Приветствую, друзья. Кроме обновленной версии мобильного ЦАПа DS2, компания Fossi Audio представила и эдакое околостационарное решение SK02. Базируется которое на чипе ESS третьего поколения и предлагает нам целый ватт мощности на балансе, AUX-выход, оптический вход и управление, схожее со знаковыми аудиоинтерфейсами Pro уровня. О нем сегодня говорим. Поехали. Поставляется аппарат в небольшой фирменной коробке, внутри которой лежала инструкция, комбинированный с обычным USB Type-C кабель и непосредственно сам девайс. Из начинки тут установлен чип конвертера ESS ES9038Q2M и усилитель SG8262 от компании SGMicro. По разрешению же нам доступны стандартные 32 бита, 384 кГц для PCM и DSD256. А в плане мощности целых 280 и 1100 мВт на 32 Ом. нагрузки. То есть подтянет девайс почти все существующие наушники за очень редким исключением. Приработится почти не нагревается и никаких шумов в паузах не издает. На вид это нечто среднее между мобильным и стационарным устройством, ближе, наверное, к последнему. Корпус у него полностью из металла, сам аппарат тяжеленький, с двумя выходами на наушники спереди, AUX сзади и двумя входами USB и стандартным оптическим. На оптике, разумеется, разрешение заметно так ниже. А вот выходами на наушники нас действительно побаловали. В пару к обычному 3.5 мм здесь установили не 6.35 мм, а балансный пентакон 4.4 мм. Правда последний не самого лучшего качества, слишком уж туго в него входит штекер. Сверху же все как у серьезного аудио интерфейса. Отдельные кнопки для гейна и выбора входа. Просто потрясающий в плане удобства механический регулятор, который к тому же совмещен с функцией mute и play pause. И целый массив светодиодов, показывающий тот самый уровень усиления, активный вход, частоту дискретизации, а также значение установленной нами громкости. Чем индикатор ярче и краснее, тем выше параметр. Относительно питания нам, вообще говоря, не стоит беспокоиться, так как мало кто будет таскать такой кирпич в связке со смартфоном. SK02 скорее создан для ПК, ноутбука, телевизионной или игровой приставки. Да, я все равно все измерил. На 5 Вольт это довольно внушительные 0.4 Ампера, что точно соответствует возможностям стандарта USB 2.0. Никаких драйверов к нему, конечно же, не прилагается. А значит, использовать его придется через ASIO4ALL, FlexASIO или эксклюзивные режимы WASAPI. Мобильные системы, естественно, тоже поддерживаются, как и все построенное на Linux, причем включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц со всех имеющихся выходов на ЦП Иванда Космос, где получил практически идентичные результаты, за исключением взаимопроникновения каналов, на балансе цифра, как и положено, получилась значительно ниже. В остальном здесь прекрасная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 156 дБ, высокий динамический диапазон и искажения на уровне минус 116 дБ для гармонических и минус 122 дБ для интермодуляционных. На балансе опять же все незначительно, но лучше. А в случае AUX мы получаем какой-то мелкий всплеск на 50 герцах. В процентах же это достойный уважения 34 100 тысячных. Да, не так круто, как было в DS2, но все равно очень прилично. Звучит же Fosse Audio SK2 примерно в том же ключе, что и мобильный DS2, о котором мы уже подробно поговорили. То есть немного страдает от излишка яркости, агрессии, легкого акустического перешарпа, отсутствия тембрального объема и реализации пространства сцены в глубину. То есть все как-то плоско, просто, но зато детально и сверх разборчиво. Если вы не слышите все эти акустические тонкости и нюансы или же предпочитаете электрическую и, например, электронную музыку, то вас все полностью устроит. Смело берите что-то из Fosse. Ну а если вы очень разборчивый, то вам, к сожалению, вряд ли понравится. Да, панч, атака, бас высокий и все на местах, но без той самой музыкальной красоты, насыщенности и вовлеченности в материал. Ничего плохого сказать о данном девайсе не могу. В принципе, нормальный ЦАП, но я бы выбрал, например, Аклиам ПД-5. Пусть он и не такой удобный. Без рассыпи огоньков, с меньшим запасом по мощности и без того самого многофункционального регулятора. Новички, уверен, будут в восторге. Я же хотел бы, чтобы Fosse наняли на работу не только хорошего инженера, его рука здесь явно чувствуется, но и какого-нибудь грамотного звукорежиссера. Техничность – это вне всякого сомнения прекрасно, но хочется еще и маломальским естественный характер. Вот тогда бы можно было легко конкурировать с топпинг и СМСЛ. Сейчас же все как-то немного постно и слишком уж стерильно. Звучанию явно недостает жизни, глубины и, наверное, игры оттенков. Сделай они из СК2 бюджетный аудиоинтершвейс и это была бы прямо бомба. Ну, меломаны в данном вопросе явно более придирчивые. Итогом ЦАП Fosse Audio SK02 меня очень порадовал своей компактностью, удобством управления, многообразием входов и выходов, а также реально просто сногсшибательным уровнем измерений тут вообще не докопаться. А вот кушает девайс прилично, что никак не вяжется с его мобильным использованием. Мой относительно новый Samsung S21 его вообще не видит, а вот старенький S9 прекрасно с ним работает. Звучит же SK02 очень детально, технично, с великолепной скоростью, разделением и прорисовкой нюансов, но вообще без тамбрального объема, передача пространства сцены в глубину, вовлечения и всего того, что отличает продвинутого меломана от новичка. Так что как устройство для мониторинга, первый ЦАП или, например, для чего-то агрессивного из музыки аппарат прекрасен. Ну а джаз все оркестровое и инструментальное лучше послушать на чем-то другом. В принципе приятный девайс, но точно не под мои критерии. А на этом у меня все. Это был ЦАП Fossi Audio SK02. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok